доброе утро дорогие друзья это программа утренний кофе и ведущая ольга панченко и у нас с вами сегодня в гостях великолепная джазовая певица композитор автор песен и тире бери ашвили доброе утро доброе утро я недавно вернулась из грузии посчастливилась там побывать причем первый раз жизни великолепная страна красивейшая я была в городе сигнахи откуда вы родом да вы что да и мне сказали что это город любви да правильно а почему почему так считается вы знаете он стал таким каким-то кукольным после преобразования после реконструкции города таким стал туристическим центром и знаете город сигнахи это единственный город в грузии где работает загс 24 часа в суд да что вы это говорят всем туристам туристкам особенно это вы имейте ввиду у вас есть шанс я в этом загсе как раз и расписывалась так с нам показывали действительно почему наблюдали даже одну свадьбу меня поразило что невеста была в белом а все женщины были в черном это такая традиция так случайно это все грузинки это по моему черный цвет грузинский цвет потому что не ничто так не красит грузинскую женщину как черный цвет как одежда черного цвета я не на сегодня даже какое-то исключение просто из грузинских правил такой универсальный цвет мне кажется невестка на второй день точно была в платье черного цвета наверняка меня знаете поразило даже не грузинской хлебосоли вино рекой чача а любовь и уважение к слову меня поразили эти тосты я вам скажу честно почему поразили в самое сердце это обязательно какие-то очень приятные речи это какие-то философские за столом откуда это в культуре что это значит такие разговоры обязательно вы знаете я для себя мой дед дед иосиф берешвили он был очень известным томадой причем тогда микрофонов не было когда дедушка был томадой мне рассказывали что я лично к сожалению я не видела ее было очень маленького дедушки не стало мне рассказывали о том что он всегда писал стихи длинный причем если вы приглашали быть томадой на свадьбе он писал стихи на такой длинный длинной бумаги он заворачивал это в такой как это есть по русский вот свиток да и он прям над столом его распрямлял и читал свои стихи посвящен этой семье и очень многие уже в возрасте люди когда меня видят когда узнал узнают мою фамилию узнают чьих я это очень важно категория узнать вот идет человек чьих ты висихар ты чей ну какой фамилии какой из какой семьи кому ты принадлежишь да и когда я говорила чья внучка чья дочка они всегда говорили о и у нас сохранился в доме еще мы помним это это застолье и на сохранили стихи написано же дедушкой это так приятно допустим знаете как за столом могут встретиться люди которые друг друга не знают и тост за этого гостя лиза корректно человека это бы наверное для многих единственная возможность познакомиться с этим человеком узнать о его достоинствах но и узнать о достоинстве узнать опять же представитель какой семью чему занимается какие добрые дела он сделал вот наверное для этого и принципе какие-то традиции какие-то старые легенды какие-то легенды передать например из поколения в поколение наверное вот возможность на застолье в виде этих тостов потому что не только выпьем за это выпьем за того хотя сейчас меня это страшно расстраивает что грузинская молодежь меньше стала слушать да я была очень возмущена поскольку я старшая дочь в семье я как-то позволила себе громко высказаться достаточно достаточно резко высказаться по поводу того что приехал мой отец его давно не было и он говорит папа говорит изумительный тост и очень умный человек и может заинтересовать дабы рассказать такую историю истории жизни семьи истории из вообще родовые какие-то истории да которые молодежь только из уст пустанем да из уст пустанем могут передаваться потому что папа книг не пишет кстати папе сказать что он к ним написал это было очень интересно потому что всегда интересно послушать умного человека и молодежь лет по 15 по 20 вот они не слушали и я думаю как что вы себе позволяете ребята вы может быть вы нас даже задним столом может быть не встретитесь больше послушайте вам это вам это пригодится потом во первых во вторых вы узнаете об этом человеке много это мой папа по-моему один из да не один из он единственный с именем джузеппе джузеппе до этого дедушка и дедушка на идее дедушка очень хорошо владел немецким языком преподавал он был учителем в школе преподавал немецкий и историю ему начинался герой герой джузеппе гарибальди так по 1 себе сказал что если не родится сын он назовет его джузеппе когда что музыкант да необычное имя и когда я попыталась значит высказала папе что папа если не родится сын я тоже назову его джузеппе вот честь тебя не надо замучается произносить будут ошибаться и это всегда будет страдания но тем не менее мне очень нравится а вы переехали в москву вам сколько было лет знаете как меня привезли впервые первый раз когда мне было шесть месяцев шесть месяцев родители работали здесь папа занимался наукой мама работала в аптеке потом она стала заведую заведовать этой аптекой так далее то есть родители были полностью медицине и я выросла здесь выходила московский детский сад до сих пор мы там уже к сожалению не живем и до сих пор вот когда проезжаю эти места для меня очень я жила в теплом стане для меня исключительно теплые воспоминания теплого стана теплого стана да и потом дедушка не стала бабушка не жила одна мы переехали грузию и школы закончила грузии в сигнахи нашим с вами на это надеюсь любимом городе вы из медицинской семьи врачей людей которые связаны с медициной я знаю что вы также получили медицинское образование о да расскажите об этом впечатление шрама может быть оставил это образование на вас ты даже не шрамы оставила целую большое количество хороших друзей которым я могу сейчас обратиться что после того как я ушла из профессии работали по профессии вы знаете я год была год занималась интернат в интернатуре и собственно этим закончилась моя медицинская история для того что когда заканчивала школу я была естественно во всех во всех коллективах которые были в районе то бы сигнахи это был районный центр до сих пор он остается и был ансамбль детские где играла на бас-гитаре переиграл на всех инструментах я музыкальной школе училась по классу скрипки то есть мне музыкальное мое будущее просто снилось но родителям было бы было решено что медицинское образование надо получить а дальше ты делай занимайся так как хочешь мама так получилось что мама не стала врачом она поступала такое время когда очень коррупция была в этих кругах и в общем никак ее не допустили она была из простой крестьянской семьи она очень хорошо училась и попала на фармацевтический факультет и она хотела чтобы ее дочери где ее дети были врачами и я конечно зная об этом я не смогла перечить маме не папе и папина сестра тоже врач педиатр великолепный в общем решено было поступить медицинский институт почему-то мы решили а сначала решили во второй мед потому что это было близко к дому но там что-то не сложилось и как-то вот поскольку медицинских институтов в москве 3 было из чего выбрать вот первый медицинский институт тогда какая вы по порядку и по 1 1 и я поступила кстати достаточно легко потому что я серьезно занималась без блата без без блата без я даже папу заставила поклясться у нас все как-то так кулуарные такие были беседы что ну конечно джузеппе проплатил там он же в москве всех знает услышав это краем ухом не было так обидно я столько работал я весь год занималась просто не поднимаешь называется головы и и это это обведение было для меня очень обидно я папа поклянись что ты никому ничего не заболела дочь они не это ни в коем случае ты поступил сама я получил три четверки это я не получила высший бал да но это был проходной балл и да и вне этого хватило как родители отреагировали на то что все-таки оставили свою медицинскую карьеру и вернулись к тому о чем душа поет и плачет пела я всегда всю дорогу я даже даже приходя от репетиторов я снимала шубу и шубу там вальто не знаю что и вот бежала пианино у меня про пианино стояла прямо до сих пор помню расположение нашей квартиры прям прямо напротив дверей я полтора часа музицировала пела песни которые пела каждый день бедные наши соседи но мне это хотим не этого хотелось я очень стремилась но я никогда не думал что я буду профессионалом я получу как профессию вы это не рассматривали я осматриваю потому что не рассматривал это никто в нашей родне но как как так вообще что это за профессия музыкант что за профессии певица но когда я поступила московскую медицинскую академию первый же год первую же весну я поучаствовала в таком конкурсе конкурс даже не конкурс это концерт студенческой самодеятельности называется весна на пироговской и все с тех пор что называется пошло поехало я каждый год участвовать я почувствовала сцена и я поняла что я рождена для них я не могу отсюда уйти никуда потому что мне хорошо даже если выступал со мной с двумя песнями это было для меня такие крылья я ощущала у себя за спиной когда выступал выходил за сцены я понимал что ну чем-то я должна себя чем-то я должна привязать к этой профессии и мне посчастливилось участвовать в неаполитанском оркестре этот самодеятельный оркестр он при бауманском при им готовыми не баумана существовал и существует кстати до сих пор и мне было 18 лет когда я пришла в этот оркестр и позже я была самым счастливым человеком я играл на скрипке я пела великолепные люди которые мы дружим с ними до сих пор и самое главное это был наш вот дирижер николай егене калач мисаилов который к сожалению сейчас нет живых но он объединял всех потому что из любви к нему все ходили он ведь это был великолепный человек интеллигент просто вот ставить старой московской интеллигенции и с ним было одно удовольствие общаться конечно я была уже мотивирована я уже хотела очень петь и у меня евгений калач я познакомил с моим первым педагогом по вокалу с народным артистом россии власти чем конного и вот хочу сказать что общение с вот классом сечем дало мне понимание того что есть есть люди которые не не зацикливаются на деньгах потому что у меня мало того что он за эти занятия подготовительность меня брал два раза меньше чем с других потому что он понимал что у меня нет денег я выкраивала какие-то деньги с которыми папа давал на какие-то расходы я не работала тогда и он абсолютно к этому относился с пониманием и фактически я дошла очень легко могу сказать легко поступила и все в моей моей жизни вот связано с музыка было легко потому что потому что это очень хотела я не было опять же я тоже знаю как меня довел меня мой педагог до такой как сказать кондиции до кондиции да он не был зациклен на день на деньгах и то же самое происходило у меня мне неважно было работа за большую за большой гонорар за маленький без гонорара вообще я дорвалась до этой профессии поэтому до сих пор какие-то какие-то вот победы и какие-то плюсы до бонусы которые мне дают жизни которыми бы это творческая моя жизнь я воспринимаю как ману небесную до сих пор я не считаю что это заслуженно я дай много работаю но но я считаю что это подарки суть счастье от подарки судьбы все подарки судьбе все знакомства все мои какие-то то что я общаюсь тет-а-тет могу общаться с леонидом агутином с михаил шафутинским слайма вайкуле обсуждать с ними какие-то темы боже мой я выхожу пить я не могу от него никуда деться потому что для меня это легендарные люди мы сейчас ненадолго остановимся и вернемся к нашему разговору доброе утро дорогие друзья это программа утренний кофе и ведущий ольга панченко и у нас в гостях сегодня певица джазовая вокалистка композитор автор песен и тире бери ашвили доброе утро доброе утро и тире мы поговорили немного о том как начиналось ваше творческое становление не могу не спросить о шоу голос где вы блистательно выступали и прошли определенный этап расскажите об этом что вам вообще дало участие в этой программе только я до сих пор не знаю каким богам молиться чтобы ну как благодарить кого был кого лично благодарить создатели шоу голос или тех кто привез это шоу в россию тех кто работал на этом шоу вообще наверное можно бесконечно вот участники шоу голос особенно первых вторых сезонов могут наверное делать не переставая потому что если бы не этот проект наверное меня бы не было во первых вашей передачи я бы не познакомилась с огромным количеством талантливых и очень очень добрых людей я бы не участвовала во многих благотворительных проектах просто как я говорю обычно я была широко известна в узких кругах я много работала я наверное достигла каких-то каких-то успехов и видимо в своей нише какой-то такой джазовой тусовки скажем тогда я прошу прощения за такой жаргон но именно широкая аудитория и на слушатель страна фактически да вот так глобальный такие так уж и есть как уже какие-то она узнала о нас об участниках голоса благодаря этому шоу и то что у нас узнают но это какие-то наверное побочные эффекты да ну не побочены по мне кажется все таки такой очень взаимосвязанных или связано до артиста должны узнавать то что она знает причем чем короче я подстригаюсь тебя менял бы теми рамзарами узнают а как вот интересное отношение складывается среди участников конкурсантов потому что мы-то видим только поверхностную историю все так мило замечательно а вот за кулисами все-таки конкурентная борьба нет 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 все этого ждут всегда и все как-то наверное это это бы наверное придало остроту этому шоу но могу сказать так устроу мне кажется хватает до того что она переживает вы действительно знаете я когда уже в третьем сезоне я болела за свою подругу айгюн тагиеву я потеряла голос не могла восстановить полгода потому что я орала так за каждого час причем вот кому поворачивали вот это вот до сих пор помню тогда дуф и звук поворота боже какое счастье что человек выпадает проект и также обидно когда талантливый человек а все 120 человек который уже отобраны до отобраны они все очень талантливые поэтому конечно а бывает так что вы не согласны с судьями категорически конечно но суде тоже можно понять знаете я попыталась однажды войти в шкуру что ли как это можно почувствовать их от их ответственность на себе я просто повернулась и стала просто вот отвернуто в другую сторону слушать исполнителей и когда кто-то поворачивался думаю как странно а я бы не повернулась или наоборот да если кто не повернулся как как вот как ваша творческая судьба складывается после шоу голоса какие изменения наверняка если жизнь после голоса и какая какая она это жизнь насыщенная до жизни насыщены событиями я конечно могу сказать что в отношении бизнеса скажем тогда гораздо легче стало моему директору табризу шахиди он уже гораздо меньше рассказывает обо мне гораздо ему меньше нужно объяснить что я такая да потому что есть телевизионная история и он может уже даже хотя бы сослаться на на эти видеозаписи и уже людям становится все понятно что я умею что я могу и как я могу выкручиваться из сложных ситуаций потому что мне сложилось третьем туре я забыла слова песни да я хотел очень петь свои наши коллеги здесь говорили вот на этом месте что это самое страшное что может произойти это забыть слова мне поменяли песню где-то за пять дней до съемки так случилось что еще муж приехал из грузии он с температурой 40 и я всю ночь вокруг него бегала прыгала то есть фактически я не выспалась и мозг был конечно воспален но не в ту сторону был воспален явно и когда тебе меня то есть у меня не было уверенности в словах я была уверенности что я знаю до конца все три куплета и вот тут я хочу сказать вот эта вот солидарность вокально то есть все наши агутинцы они встали рядом со мной просто мы друг друга вот держали наверное даже больно было рукам да они они молча солидарно были со мной или ты может ты же больше так делать не будешь и на генеральной репетиции когда мой наставник леонид агутин он достаточно резко резко высказался по поводу того что я до сих пор на генеральном прогоне я читаю по бумажке юрленд я не могу вот у меня не укладывает от текста это смешно это не он как поэтому я я понимаю объяснили для него это было непонятно как можно не выучить текст потому что все ну кому поменяли песни те же выучили это после особенность моей памяти так она сработала она работала и вот все наши мальчики девочки кто уже прошел кто участвовал в этих турах в тот день кто снимался вот мы стояли вместе и нет это и слушай только эту песню больше ничего не слушает работы надо надо этим разве свести то есть советовали что-то и не знаю в длина максимова алиона той минцев до сих пор помню их испугу на и глаза но при этом как-то вот мы все равно мы были вместе и до сих пор мы встречаемся вашей дочери четыре года она поет уже да уже палец она не пела так как-то изображала но что мне нравится у него хорошее чувство ритма она всегда очень точно она может интонационно не дотянуть например но но ритмически она четко всегда этому хорошо есть да вы перед нашей беседы сказали мне что вы прошли путь певицы знаете в этой профессии все то есть можно сказать вот от низов от ресторана и заканчивая шоу голос да большими площадками вы пожелали бы своей дочери такой жизни знаете я пожелала бы своей дочери добиваться всего чего она хочет своим трудом конечно я я разорвусь и на мелкие частички и буду и оберегать и буду помогать по мере возможности но как какую бы профессию на не выбрала станет ли она медиком юристом экономистом гримером кстати говорю часто пойду на пенсию пойду гримеры и договорить выезд общались сейчас вот с гримером которая делала мне мейкап очень много общих тем не очень нравится такие женские штучки вы наверное должны быть рисовать тогда рисовать нет но вот на лице очень нравится создавать какие-то какие-то образы и неважно даже если моя дочь выберет эту профессию я хочу чтобы она она добилась каждый каждый шаг ее был хорошо подготовлен потому что если тебя сразу берут и сажают на вершину очень легко скатиться обратно не чем цепляться не до этих а когда ты делаешь это шаг за шагом то у тебя в этот базис остается и ты если что если даже на ступеньку назад скатишь ты все равно будешь не в пропасти а ты все равно будешь чуть-чуть на ступеньку ниже а нет ли вас сожалению по поводу того что вам пришлось дать такой круг и получить все таки медицинское образование которое ну как я понимаю сказка о потерянном времени такого ощущения есть ощущение что до очень много времени на это ушло но я начала петь я пришла в профессию музыканта уже взрослым человеком и это дано дало определенное преимущество как я всегда говорила я знаю человек как устроен человек изнутри я знаю как воздействовать на него ну наверное мне кажется что я знаю хотя на самом деле наверное еще изучать и изучать потому что человеческий организм даже медиками до конца не изучит потом голос это самое магическое воздействие мне кажется когда я видела людей которые смеются на концертах я видела людей которые плачут я сама очень сентиментальная и очень я легко вывести на слезы на какой-то сентимент но тем не менее тем не менее я не считаю эти годы потерянными все таки все таки они мне очень много дали и я безумно благодарна всем людям которые были в моей музыкальной судьбе моей медицинской судьбе до сих пор помню имя профессора который фамилию профессора который преподавал фармакологию это это был один из самых сложных предметов фармакологии фармакологии да потому что там надо очень много было запоминать наизусть в зубрить учить как и технологии обучения технологии обучения и основы строения человеческого организма до функциональная функциональной связи у меня все-таки это осталось в голове поэтому я всегда могу сказать не нужно спить слишком много таблеток да потому что допустим если простудились там работает вирус этот вирус действует таким таким то образом все равно будет насморк потому что потому что сосуды сужаются расширяются и дают носу дышать и так далее так далее то есть а если лечить как у нас любили терапевты говорите лечить простуду она вылечить за неделю а если не лечить за семьи поэтому вот как то я и какие вас планы на ближайшее будущее где вас можно увидеть 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 можно можно самый таких вот начну я совсем недавно мне такое немножко творческое возбуждение от того что я записала дуэт с одним очень интересным певцом очень популярным ой не скажу можно как это оставлю в тайне какая интрига вот вы так бросили и замолчали честно потому что это пока все находится в стадии обработки я для меня это приглашение спеть дуэт с этим с этим удивительно мужественным певцом говорить боже мой кто же не скажу не скажу не скажу для меня это было очень неожиданным и тоже вот очередной подарок судьбы да как этому не радоваться я конечно по-моему переплюнула сама себя то есть там была так и больше актерская задача но вокально тоже было потому что там надо было убить петь и он он мне сказал ты уже спел очень много в джазе ты уже очень много сделал ты поешь серьезные произведения но вот тут шуточная песня и надо сыграть я конечно не могу сказать что я готовилась потому что я чем больше я думаю об этом наступает мне горе от ума и вот не знаю наверное это не очень серьезная песня скажем так не очень серьезная в плане вот она здесь нас шуточная но но она очень вызывает хорошие эмоции положительные исключительно мы будем с нетерпением ждать премьера ловить с ее на радиостанциях и плюс выступление с оркестром силантьева очень насыщенный как оказался январь а нового года я буду встречать казахстане в алмате ух ну замечательно поэтому если в алмате нас смотрят то я хочу большой привет передать всем 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 кто меня знает в алмате и я скоро с вами ребят я очень люблю этот город вообще люблю казахстан спасибо вам огромное спасибо с вами было очень интересно я желаю вам побольше чудесных замечательных подарков от судьбы и от жизни чтобы они прям вот сыпались на нас и да и не прекращались спасибо спасибо большое это была программа утренний кофе и ведущая ольга панченко у нас гостях была великолепная певица джазовая певица автор песен замечательная исполнительница и тире бери ашвили спасибо спасибо большое